Публичное обсуждение будущего стандарта содержания СНТ началось в июле 2015 года, когда документ был размещен в интернете и вызвал большой резонанс. В Мособлдуме состоялись парламентские слушания, в Одинцово – встреча с садоводами. Открывая конференцию, Никита Чаплин назвал Подмосковье дачной столицей России. Здесь находится 3 миллиона дачных товариществ, причем 80% принадлежат жителям Москвы. В Подмосковье стартовал период встреч с садоводами, подходит к концу дачный сезон, люди собрали урожай, закатали банки, и настало время обсудить наши дачные проблемы. А проблем – воз и маленькая тележка. На форуме никого не надо было приглашать к микрофону. Поделиться на болезшем хотели многие. В числе проблем – качество дорог, вывоз мусора, его утилизация, загрязнение окружающей среды, несоблюдение санитарных норм, случается – сливают на улицу помои, дышать невозможно. Вызывает нарекания соседей содержание животных – свиней, пчел, собак. На голосование поставили вопрос, как платить за землю – за весь участок или за квадратный метр. Есть понятие – малоэтажная Америка, малоэтажная Европа. А эти СНТ будут малоэтажные подмосковье, а не вот эти вот громилы, которые строятся даже на самих СНТ. Словом, обсуждение еще раз доказало необходимость принятия единых правил, регламентирующих деятельность всех СНТ. Но в каком формате? Региональный стандарт или ХАРТИЯ? Их проекты были подготовлены к конференции. Большинство подавляющее поддержало этот стандарт. Почему? Потому что в этом стандарте собраны все нормативные документы, которые касаются жизнедеятельности садового. ХАРТИЯ безусловно. Документ нормальный для ближайших год-полтора, два. Все проблемы можно решить, если есть взаимодействие руководителей и администрации, утверждает глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он сам когда-то руководил СНТ и взялся ответить на десятки вопросов. Ничто так не дисциплинирует, как закон, указ, нормативный документ, потому что все те вещи, которые мы обсуждали в рекомендательном характере, они могут не исполняться. Я уверен, что в взаимоотношениях между властью и дачниками должен быть порядок. Порядок жесткий, системный. Безусловно, мы должны уйти от возможных ошибок, поэтому нужно обязательно это делать с обсуждением с самими дачниками. Те, кто имеет практический опыт и нам готовы подсказать, где им такие нюансы, какие проблемы, с которыми они сталкиваются в своей жизни. Потому что сегодня даже в зале звучали проблемы, когда они внутри себя не могут разобраться. Кто-то платит взносы, кто-то не платит, кто-то считает, что можно на дорогу общего пользования засадить кустарник, и она сущится в два раза. А когда проезжать транспорт, соседям никого это не волнует. Итоговый стандарт содержания СНТ будет принят на втором форуме дачников Подмосковья в октябре 2015 года. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания Одинцова.